Чаще всего в споре побеждает тот, у кого есть припрятанный ломик, а в боксерском поединке у кого крепче кулаки. Приветствую вас, мощнокрылые тигры! С вами Федорович. Я думаю, вы согласитесь с тем, что с каждым годом любители бокса единоборств убеждаются все больше в том, что эпоха 90-х была самой яркой, конкурентной и зрелищной в тяжелом весе. Но также мало кто может поспорить с тем, что Ленокс Льюис выбил себе особое место в хэви-вейте, демонстрируя яркие, жесткие и бескомпромиссные бои. Чем шире у жены талия, тем длиннее у мужа рабочий день. А у боксеров 90-х талии были идеальными. 12 июля 1991 года, Невада. 25-летний Ленокс в роли талантливого проспекта, который уже имеет в копилке 15 побед и ни одного поражения, выходит в ринг против опытного, но возрастного Майка Уивера, которому уже 39 лет. Но рекорд из 35 побед и 15 поражений просто так не дарят. Поединок оказался довольно конкурентным, но зрители хотели крови и нокаута, поэтому с пятого раунда начали освистывать молодого претендента на элиту хэви-вейта. Но, как оказалось, зря. На первой минуте шестого раунда Ленокс наносит идеальный удар, отправляя Майка в глубокий сон. 31 октября 1992 года, Лондон. Несмотря на то, что 27-летний Льюис уже серьезно заявил о себе в мире бокса, имея рекорд из 21 победы, 18 из которых нокаутом и ни одного поражения, на этот бой против крепыша Донована Раддока он, наверное, единственный раз в жизни выходит как андердог. Сам же поединок начался очень ярко, и уже в первом раунде Ленокс отправил Донована в нокдаун, но во втором решил развивать свой успех, нащупав слабинку Раддока и еще дважды посадив того на канвас, закончив бой в этом же втором раунде. Эта победа принесла Леноксу пояс WBC. Проточная вода не может застояться, а вот боец без конкуренции расслабиться может. 8 мая 1993 года, Лас-Вегас. Леноксу Льюису предстояло защитить свой пояс WBC в бою против легендарного боксера, с которыми он еще не встречался до этого. Тони Такер с рекордом в 48 побед и лишь одним поражением был грозой тяжелого веса. Это был один из самых тяжелых поединков для Ленокса. Несмотря на то, что он отправил Тони в третьем и девятом раундах в нокдаун, ему прилетело столько ударов, сколько, наверное, приземлялось за все предыдущие бои вместе взятые. Но победа единогласным решением судей была абсолютно заслуженной. Сам Льюис после боя сказал, что Такер настоящий воин с железной челюстью, который достоин высших похвал. Свой птенец и воробью кажется соколом, а свой боксер для публики лучше всех. 1 октября 1993 года, Великобритания. Льюису пришлось второй раз защищать свое чемпионство дома у претендента, любимчика местной публики Фрэнка Бруно, который имел рекорд в 35 побед и 2 поражения. Каждый удар и каждое попадание Фрэнка публика встречала оглушительным ревом, что заряжало бойца на еще более агрессивный бой. В 4 раунда Бруно проверял крепость челюсти у Ленокса, побеждая по судейским запискам. Но с 5 раунда Льюис вошел в игру и начал перебивать Бруно по всем статьям. Возможно, это был его план вымотать англичанина, а потом добавить мощи и темпа. А может, повлияли слова тренера, но Ленокс начал избивать Фрэнка, который категорически отказывался падать, имея 3 слоя брони на челюсти. Но в 7 раунде рефери решил, что это побоище нужно прекращать, остановив бой и объявив Льюиса победителем. 7 октября 1995 года, Нью-Джерси. 30-летний Ленокс Льюис, который уже потерял пояс WBC в бою против Оливера Маккола нокаутом, добавив в свой рекорд из 27 побед одно поражение, выходит в ринг на бой за титул чемпиона мира по версии IBC против ужасающего своей мощью 26-летнего Томми Моррисона, про которого я уже делал видео, а вы можете его посмотреть по ссылке в описании. Начало боя было за Томми, который раздавал зубодробительные плюшки направо и налево, но Ленокс все терпел и ждал свой шанс. Постепенно Льюис начал перебивать Моррисона и задавать свой темп, сначала повредив глаза Томми, а потом отправив того в нокаут в 6 раунде с жесточайшим хуком. С родственниками можно есть и пить, но не торговаться. Как и с боксерами, с которыми лучше еще и не шутить. 10 мая 1996 года. Мэдисон Сквергарден. Соперник очень суровый Рэй Мерсер, которого боялось немало боксеров тяжелого веса, и нужно сказать не зря. С первых секунд боя Тигры устроили настоящую зарубу, обмениваясь быстрыми и мощными комбинациями по всем этажам, проверяя на крепость дверь в домике кукушки. Оба были с опухшими лицами, и оба отлично провели этот бой. Но раздельным решением судей победу отдали Леноксу Льюису. Это был один из самых тяжелых его боев. Несмотря на то, что бокс серьезная штука, в нем могут происходить сказочные вещи. 7 февраля 1997 года. Лас-Вегас. Ленокс Льюис выходит на бой за пояс WBC против опытного Оливера Маккола с рекордом в 28 побед и 6 поражений и проводит самый необъяснимый бой в истории бокса. Но не благодаря умениям Льюиса, а благодаря чудачествам Маккола. В третьем раунде он начал играть на публику и танцевать. В перерыве пошел гулять по рингу. В четвертом раунде начал уходить от боя и плакать. А в пятом просто разворачивался спиной к Леноксу и шел в неизвестность, пока рефери не остановил это безумие. Что произошло с Оливером, не мог понять никто. Или за два раунда Ленокс отправил его кукуху в теплые края, или перед боем он съел волшебную пилюлю, так наверняка и неизвестно. Когда некоторые люди думают о жизни, на них всегда садятся зеленые мухи, а вот боксер всегда должен думать только о победе. 4 октября 1997 года. Атлантик Сити. Ленокс выходит в ринг защищать свой пояс WBC против очень грозного и непредсказуемого Анджея Галотты с рекордом в 28 побед и лишь двумя поражениями, одно из которых он получил, будучи дисквалифицированным в предыдущем бою против Боу, которому беспощадно с десяток раз расстрелял драгоценное хозяйство, заставив всех его подружек задуматься о дальнейших свиданиях. Возможно, именно поэтому Льюис собрал всю волю в кулак, чтобы не дать поляку использовать технику белочки крошащей орешки и отправил Анджея в нокаут уже в середине первого раунда. Ребята, если видео наберет 10 тысяч лайков, я сделаю продолжение. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями, написав в комменты, как вам мощь Льюиса. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке в описании или возле кнопки подписаться. Обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Также вы можете подписаться на нашу телеграм-группу, куда я даю разные штучки, полезные фишки и мотивационные видео, а также анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Нога же держит! Я просто знаю, переваживайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять, у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь! Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так! Субтитры подогнал «Симон»!